Второй вопрос, который может быть, на мой взгляд, интересным на этапах начала занятий теннисом, это вопрос селекции. Этот вопрос очень чувствительный, очень интересный и, собственно говоря, подход к данному вопросу может многое сказать родителям об уровне тренера и о подходе тренера к тренировочному процессу. Давайте остановимся на двух простых вообще базовых понятиях. Селекция может быть как набор занятия теннисом или отбор в группу для занятия теннисом. В самых этих словах, в названии уже заложена вся суть. Набор, значит, по сути тренер набирает группу, естественно, на первом месте стоит это набрать группу с целью, нормальная это абсолютная ситуация, как бы и зарабатывать деньги, осуществлять какой-то тренировочный процесс. Но, видимо, тренер не сильно заинтересован в том, чтобы получить информацию путем каких-то хотя бы тестов, что за ребенок попал к нему в группу. Если мы говорим отбор, то, конечно, это подразумевает проведение какого-то мероприятия, каких-то тестов, целью которых является понять, что за ребенок пришел заниматься к тренеру. Есть ли у него конституционные способности, какие-то специальные способности, врожденные, которые облегчат работу тренеру и увеличат вероятность того, что спортсмен или молодой занимающийся ребенок будет осваивать, скажем так, теннисный материал достаточно быстро. То есть, вот в этих двух словах уже вы получаете много информации. Или это набор, один подход, или это отбор и соответствующее мероприятие, это второй подход. Это такие, скажем таки, маленькие маячки, которые должны подсказывать родителю о серьезности намерений тренера. Что еще хотелось бы? Да, здесь, соответственно, вопросы, проработанный вопрос и подход к селекции. Мое видение, тесты, которые я и мои коллеги проработали, которые считают, считаем, что могут быть информативными на этапе реального отбора. Мы все-таки, цель моих вебинаров заключается в том, чтобы подсказать или направить в какое-то, на мой взгляд, верное направление в развитии ребенка. Вот эта структурированная, понятная информация, практические рекомендации, они будут уже озвучены в платных вебинарах. Теперь немножко хотелось бы пройтись по основным типам, скажем так, моих коллег-тренеров, которые зачастую сформировались в силу обстоятельств, которые не всегда зависят, собственно, от тренеров. У тренера может быть возможность реализовывать свои таланты, может быть, эта возможность ограничена, может быть, ее вообще нет. Тренер вынужден адаптироваться, то есть различные обстоятельства оказали определенное воздействие. И у нас, ну, в моем тренерском, скажем, среди коллег моих вообще в целом у тренеров сформировались основные такие типы, да. Они так, ну, шуточное название я какие-то придумал, но, на мой взгляд, они достаточно информативные. Вот, опять же, это нехорошо, неплохо. На мой взгляд, это то, как есть. И у каждого типа тренеров есть свои плюсы, есть свои минусы. Цель, опять же, просто немножко приоткрыть занавес перед заинтересованными родителями, которые заряжены на то, чтобы все-таки не сделать таких грубых ошибок на начальных этапах подготовки. И дать возможность детям все-таки делать первые правильные шаги. И хотя бы, чтобы до 9, 10, 11 лет довести ребенка до такого уровня, где уже начинается естественная селекция, дети начинают играть первые соревнования. И там уже обратная ситуация работает. Тренеры, школы, клубы или центры становятся сами заинтересованы в наиболее способных, в наиболее талантливых детях. И здесь уже начинается такая интересная игра, когда, значит, заинтересованность тренера в результате клуба или школы совпадает с интересами и заинтересованности родителей и способностями ребенка. И здесь уже возникают такие серьезные предпосылки для реализации. Пока что вернемся немножко к моим, скажем так, условным типам тренеров, которые сложились на данный момент. Первое – тренер-индивидуальный предприниматель. Собственно говоря, в самом этом названии заложена, ну, скажем так, суть подхода данного тренера к тренировочному процессу. Это лицо, оказывающее тренерские услуги населению, теннисные услуги населению. Очень часто многие любители, начинающие, просто люди, которые хотят заниматься теннисом, теннис все-таки не самый дешевый вид спорта, хотят приобщиться вот к нашему обществу. Практически в каждом клубе, в каждой школе, в каждом центре есть достаточно такие хорошо организованные тренеры. Они, как правило, все достаточно грамотно оформлены, все у них хорошо. У них есть достаточно знаний, достаточно умений, понимания, чтобы не, ну, грубо говоря, не на косячих, на начальных этапах. Они, как правило, подарят и вам, любителям, или вашим детям хорошее настроение. Но в силу того, что они, в принципе, на данный момент достаточно востребованы, высокоорганизованы, и, собственно говоря, как правило, цель стоит – это, ну, заработать денег. Расписание у них довольно плотное. О чем он так говорит? О том, что, да, есть определенное качество, какой-то опыт приходит, но нет возможности развиваться как тренеру, нет возможности посещать семинары. Как правило, вот такая вот ситуация. То есть вы получите какой-то уровень знаний начальных, но, как правило, вот эта вот плотность, плотность работы такого тренера, как правило, ограничивают его в желаниях или в возможностях развиваться реально как тренеру, выезжать на соревнования, понимать, что за кухня варится на юниорском уровне, на приличном, что вообще, в принципе, происходит. Значит, тренер-менеджер. Тренер-менеджер, как правило, это или хед-коуч клуба, школа, академии, центра, или другие такие уважаемые тоже тренеры, как правило, уже с определенным именем, которые когда-то на начальных этапах своей работы могли даже показать какими-то спортсменами хороший результат. И даже региональные какие-то результаты некоторые их ученики показывают. Как правило, получается, ситуация складывается таким образом, что в группу к этим тренерам хотят попасть родители, потому что там уже есть один-два интересных ребенка, уже есть определенное имя, значит, в этом есть определенные плюсы. Группа крепкая, авторитет, как правило, у такого тренера достаточно для того, чтобы заниматься. Вместе с тем, опять же, такие люди часто являются заложниками того, что у них уже все сложилось, все более-менее по рельсам катится, и такого драйва развиваться, драйва создавать, драйва принимать новые знания, как правило, не хватает. То есть вот такая ситуация у нас, в принципе, достаточно распространенная. Но вместе с тем, она, такая ситуация есть. Как правило, тренер-менеджер хорошо умеет комплектовать группы по силам, по интересам, хорошо находит контакты с родителями. Но здесь такая игра в две стороны, потому что родители тоже уже сами заинтересованы попасть к такому тренеру. Почему? Реально объективно оценить уровень знаний родители не могут, но вот там крепкая группа, вот там вроде хорошо все двигается, вот надо бы туда попасть, это вроде как залог того, что все должно быть хорошо. Значит, тренер-спарринг, это также достаточно распространенная на данный момент категория моих коллег. Как правило, это молодые ребята, которые или закончили недавно, или вот-вот закончили. Значит, естественно, они, это теннис, это то, что они понимают, то, что любят, может быть, не всегда любят, но это то, чем они занимаются, то, в чем они немножко понимают, может быть, кто-то прилично в этом понимает, но они еще хорошо могут спарринговать, могут играть, и в этом тоже также есть большой плюс, если использовать эту ситуацию по назначению. Многие дети и неоры такие хорошо играющие, им реально нужно набиваться, и когда есть где-то в вашем окружении тренер-спарринг, который может помочь ребенку поднатаскаться, это очень даже хорошая такая приемлемая ситуация. Вопрос, вопрос здесь может быть какой? Опять же, как правило, это молодые ребята, которые, тренеры, которые только двинулись, только стали на тренерскую стезю, как правило, они хотят укомплектовать группы, набрать побольше часов, как бы дырнуть в эту тему с головой, и здесь мы снова упираемся в одну ситуацию, в ситуацию развития. Теннис не стоит на месте, многое нужно понимать, много нужно разбирать, много нужно анализировать, брать ответственность. Это очень важный момент, потому что только высокая мера ответственности в том, чем ты занимаешься, она стимулирует и обязывает тебя иметь наличие таких, скажем так, практических знаний. Потому что в любой системе, в любой стране, в любой серьезной организации мера ответственности достаточно высокая, и должен быть уже достаточно высокий уровень профессионализма. Дальше, значит, тренер-индивидуальный предприниматель, не игравший. Это продолжение первой категории тренер-индивидуальный предприниматель. В том числе у нас в стране, вижу, очень много, значит, молодых ребят, а иногда и не очень молодых ребят, и часто не из теннисного мира, возможно, и из другого рода деятельности, которые видят, что теннис интересен, теннис привлекательный, здесь есть какие-то, значит, средства вращаются, заинтересованы родители, и, собственно говоря, теннисом можно жить. Как правило, эта категория тренеров, они такие, за все детали различных курсов, семинаров, мастер-классов и так далее, то есть недостаток реального опыта, знания в этой среде, или умения играть, или умения нахождения, они вынуждены компенсировать, значит, бумажками, корочками и так далее. Это неплохо, это хорошо, потому что, опять же, это стимулирует людей развиваться, то есть они должны, они понимают свой уровень, они вынуждены подтянуть себя знаний, понимания процесса, выйти на достаточный уровень, и они быстренько все это стараются восполнять. Это хорошо, это не всегда это лучший вариант, но это тоже вариант. Поэтому, собственно говоря, когда вы отдаете детей заниматься, значит, ну, немножко пробейте, как говорится, ситуацию, какой бэкграунд, есть ли теннисный бэкграунд. Почему? Потому что все-таки, все-таки те тренеры, которые играли сами, которые прошли какую-то уже школу, и все-таки из тенниса. Но есть такие моменты, достаточно, казалось бы, очень простые и понятные человеку играющему, и они реально могут быть абсолютно непонятны человеку, который просто пришел из другого мира. То есть он может классно говорить, он может много информации интересной рассказать и так далее, но он просто не может показать. Это неплохо, нехорошо, это то, как есть. Еще раз, я в данном, скажем, видео не ставлю задачу, не ставлю задачу какие-то категории тренеров или какую-то информацию выдать как за единственную верную, кого-то приподнять, кого-то опустить. Просто приоткрываем завесу для того, чтобы всем нам вместе в этом интересном, увлекательном мире под названием теннис было проще ориентироваться, находить друг друга, находить друг друга по интересам, по понятиям и понимать, что мы можем ожидать друг от друга. На мой взгляд, такая постановка вопроса, она, ну, какая-то более, что ли, более честная, это какое-то, может быть, такое громкое слово, но, тем не менее, оно как-то так вот, ну, какая-то, то ли по понятиям, то ли как-то, наверное, что-то в этом есть. Во всяком случае, мне кажется, это важно. Тренеры, партнеры, путешественники. Это также достаточно распространенная категория тренеров на уровне, на уровне, скажем так, уже возраст 15, 16, 17 лет. Первые какие-то международные турниры, выезды. Родители, как правило, более-менее состоятельные. Они, конечно, не у всех, может быть, возможно сопровождать своих детей на соревнованиях самим, поэтому ищу тренера или человека, который как-то имел отношение к теннису, может быть, даже играл, может быть, молодой тренер в спарринг, может быть, из любой категории, которую я до этого перечислил, который немножко уже понимает или множко понимает в этой теме, которому родители могут доверить своего ребенка, чтобы он вывез его на соревнования, съездил на серию турниров. Это также очень, скажем так, востребованная ниша. Такие тренеры обязательно должны быть. И, в принципе, это хорошо. Еще раз говорю, это неплохо, нехорошо. Это ниша востребованная. И мы просто должны понимать, что происходит, чего мы можем ожидать, чего мы не можем ожидать. Много информации можно почерпнуть для себя на туре. Если тренер или молодой специалист, ищущий, он многое там увидит, многое возьмет на вооружение, как результат очень просто. Спортсмен реально будет добавлять в мастерстве. Может быть, это не сразу скажется на результатах, но родитель внимательный или спонсор, он сможет увидеть, что прогресс у спортсмена или ребенка есть. Следующие несколько категорий, это я так для себя уже, но обозначил серьезные тренеры. Это тренеры сборных команд, тренеры профессионального уровня про-левел и идеальные детские тренеры, на мой взгляд. Это просто моя такая, скажем так, мое понимание, мои какие-то мысли. Эти категории тренеров предполагают определенный уровень знаний, достаточно серьезный. Но об этом будет сказано структурно и подробно в платном вебинаре. то, что вы, как родители или тренеры, что мы можем ожидать от тренеров, которые находятся или, скажем так, попадают под эти понятия. Не просто слова, а те конкретные вещи, которые родитель может спросить, задавать вопросы. И он должен получать внятные, понятные, структурированные ответы, исходя из первого знаний, второго опыта, третья из подтвержденного результата спортсменов или команд, с которыми эти люди отработали. Об этом будет подробно в платном вебинаре. Это очень интересная тема. Это один из моментов, который будет открывать нам понимание, открывать глаза на вопрос, почему на нашем огромном пространстве бывшего Советского Союза огромное количество проживающих там людей за последние 20 лет построено, уверен, намного больше теннисных клубов, центров, школ, академий. И вместе с тем конвертация таланта в реальных профессионалов, на мой взгляд, может быть выше. И вот в этих вот категориях, вот этих последних трех категориях, я бы хотел на них остановиться. Я остановлюсь на них подробнее и расскажу, какими конкретно прикладными знаниями эти специалисты должны владеть. Как правило, владеют коллеги, друзья, подписчики. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Еще раз говорю, теннис – это увлекательное, интересное путешествие. Это тот вид спорта, который я очень люблю, который почти каждый день открывает какие-то маленькие нюансы, с которыми я с радостью буду вами делиться. Иногда буду давать достаточно часто наводящие какие-то советы, какие-то интересные разговоры, беседы. Там, где информация серьезная, структурированная, касающаяся цифр, касающаяся логистики, построения учебного тренировочного процесса, философии работы. Это будут, как правило, платные вебинары. Вы также можете посетить мою страницу, на которой перечислен ряд консультаций. То, что мы сегодня можем с вами уже начинать делать в ближайшем будущем. И жду вас на своих информационных носителей. Всем нам интересного, увлекательного путешествия в мире тенниса.